Стрелочка-то у нас на 160, 397-й километр. В общем, Нижегородская область, друзья, проделают уже, ребята, 600 километров, наверное, пути в Чувашскую республику. Въезжаем. Ночь-полночь, друзья, мы все едем. Но на этот раз уже по республике Патарстан. Самовар, на травах, жураль. Я первый царский монитос. Золото с обручалкой своей я сравнил, примерно ни в чем не уступая. Была бы целая, скорее всего, эта дверца поддувала отлично. Где купить металлоискатель, спрашиваете вы меня? А все легко и просто. Забиваешь в поиске Antiquar32, переходишь на сайт и у вас открывается право выбирать. Тут есть все, от металлоискателей до поисковых магнитов, которые представлены на нашем российском рынке. Товары известных брендов по удивительно низкой цене. Гаррет, Ака, Минилаб, XP, Фишер и многое другое. Катушки, аксессуары, каталоги для монет, пин-пойнтеры. В магазине Antiquar32 работает система трейдвин. Вы можете обменять свой старый металлоискатель на новый. Назовите при заказе промокод Охота за сокровищами и получите гарантированную скидку или подарок. Да что тут говорить, вы на цены-то посмотрите. Дешевле только даром. Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Привет, привет. Короче, движемся на Казани, республика Татарстан. За рублями добирать недобранный клад. Короче, в общем, у нас такая картинка вкратце. Сегодня у нас закончился слет клуба охотников за сокровищами. Вот, с ребятами мы разминулись, попрощались. И вот такая вот картина. Мы с Лёхой успели доехать до Москвы, передать там мёд родителям. Переоделся я там туда-сюда. И, в общем, короче, мы уже во Владимирской области. А ребята с Тульской области дёрнули, ну, на Нижний Новгород. У нас та же самая трасса. Вот, и по каким-то, я не знаю, великим чудесным соображениям мы их догоняем. Они впереди от нас на 30 километров. Я уже Лёхе, походу, говорю, они что там, Вольцваген толкали, что ли? Они ехали на нём. Ну, в общем, стрелочка-то у нас на 160. Вот, движемся. Сейчас мы их догоним, да ещё и успеем даже поздороваться. Вот, 397 километр. В общем, Нижегородская область, друзья, едем уже. Ребята нас ждут, мы их так и не догнали. Разница у нас была 20 где-то километров друг от друга. Они ехали впереди. Вот, но скорость примерно одинаковая. Поэтому они от нас. Кафе у Ирины какая-то, в общем, здесь сейчас через 3 километра будет. В общем, мы с ними снова поздороваемся. Снимать это, не снимать, не знаю. Вот, но Нижегородскую область я вам сниму чуть-чуть. Потому что я тут вообще первый раз в жизни. Вот лесная поляна, вон там они стоят. Сейчас поглядим. А вот и объездная, кстати, пошла туда, на Казани. Сейчас посмотрим, отснимем. Через 600 метров поверните направо на съезд. Короче, этих, тут они называют радары-блохи. Треноги, в общем, блин. Их тут столько нафиг, что это просто пипец. И через каждый километр. Такое впечатление, что в Нижнем Новгороде все на этих радарах только и работают. Где они есть-то? Ну, впереди. Вот они они, Ля. Только в Туле виделись с утра. Короче, вот так. Пойдем. Опять Бешаван прижала. Ну, здравствуй. Спустя 500 километров снова. Опять вышли, да? Женек, привет. Здорово. Да, как оно? Как доехали? Да вот гнались, гнались, да не догнались. В общем, снова мы, ребята, вместе. Но на этот раз дальше мы с Лехой движемся одни. А пользуясь случаем, решили поздороваться. Еще друг на друга посмотреть. Короче, смотрим дальше. Проделали уже, ребята, 600 километров, наверное, пути Чувашская Республика. Въезжаем. Вот такие вот земли чувашские. Первый раз я тут в жизни. Хотя нет, я второй раз однажды ездил как-то на поезде с товарищами там по работе по старой на рыбалку. А вот здесь вот мы, наверное, и перекусим, да? Да, наверное. Фур много. Как определить, хорошее ли кафе на трассе, где много очень фур в дневное время? Значит, дальнобойщики, они уже тут все ходы-выходы знают. Значит, кафешка достойная. Если кафешка есть, а фур нету, то значит, блин, кормят ширпотрепом. Так что покушаем, отведаем. Вот твой трон. Царский трон, посмотрите. С мечами, с щитами. В общем, на обед. Мы уже проголодались порядочно. Время у нас сколько, Лёв? Наверное, часов 7 вечера. Блин, да. Выехали в 11. Вот прем и прем. Короче, ладно. Приключения продолжаются. Ночь-полночь, друзья, мы все едем. Но на этот раз уже по республике Татарстан. В общем, въехали мы в нее километров, наверное, 30 назад. Осталось нам немножко совсем. Точное место только Лёха знает. А я здесь... Ух ты, смотри. Да, в гостях туннель. Какой прикольный. Вон там, сверху переезд железной дороги. В общем, поиски у нас сокровищ, золота и кладов. Разумеется, откладываются на следующий день. Поэтому включение будет только завтра. Утро ранее, друзья. Остановились мы в Алексея. Сейчас чайку влупим. Вот, хочу вам показать. Вот такого вот я давно уже не видел. Да, самовар на дровах натуральный. Вот такая вот. Вот закипел. Маленький на 4 литра он, да? Да, есть побольше еще. Обалдеть. Чем глубже в Россию, да, тем еще остались ценности и культуры. Чем куда еще глубже. Да, сейчас мы попьем чайку и на поиски клада. Вот так. Ребят, находки пока вот такие. Ну-ка, Лёх. Короче, пятак екатерининский рубленый. Так, куда? Не по разу еще. 1793 год. Вот такой крест я вот притащил сейчас. Где он тут торчал? Вот. Вот. А, вот он. Сейчас мы его тут расфасуем, посмотрим. Вот он. Крестище. Небольшой. Целый. 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 Вот такой малыш. Рублей пока нету. Вот. А кресты идут. Сохран хороший. Ну да. Вот такая находка. А, ходячку еще нашел 10 копеек, но это неинтересно. Блин. Парни, девчонки устал так, что просто язык не переплетается. В общем, вот этот вот весь лук мы выбили в труху. Вот здесь вот, где место, сейчас я подошел к нему. Место, где было, где были найдены рубли. Вот здесь было их 5 найдено. Вон там еще три. Тоже зашурфили, расковыряли, раскидали, засыпали. Ну, деньга отсюда одна попалась. Но рубли, ребят, мы все же не нашли. И вон до той заброшки, которая вон там в кустах стоит. Весь вот этот лук. Вот, ходить вполне можно. В принципе, тут видно. Яма на яме. Вот мусор и пипец. Банки, склянки. Ну, деревья до сих пор существуют. Вот, за моей спиной жилые дома. Поэтому, как бы, ну, так как здесь мы, Леха-то свой, а я гость. Поэтому, как бы, копали вообще без проблем. Никаких вопросов. Ну, и вот, соответственно, здесь, здесь фундамента. Просто этот лук не пахался ни разу. Если бы были бы распашки, то тогда бы, наверное, здесь было бы еще больше. Вот, но мы рублей не подняли. Вот такое вот царское стекло. Вот, что у меня в руке осталось. Такой вот колокольчик. Вот, ну, и сейчас монетки вам, ребят, выложу, покажу. Уже темнеет. Вот, не совсем комфортно, конечно. Но, тем не менее, снимать просто не было времени. Сейчас все выложу и включусь. Ну, в общем, друзья, вот такой хабар. Сейчас я вам буду подсвечивать. Такой вот у нас, ну, погоди, значок. Думали, рубль серебряный, блин. Леха, думал, согнул его лопатой. Вот, стеклышко царское, монеты. Ходячка попалась, два креста. Вот таких. Лепесток и такой вот с молитвой сзади. Копейка Николаевская. Совет. Копейка Николаевская. Кранчик от самовара. Пятачок Екатериненский. Вот, какая-то приблуда интересная тоже. Это Леха наковырял. Ну, а вот мое. Вот, тоже ходячка 10 копеек. Вот, то ли полушка, то ли маленькая какая-то монетка. Вот такая пуговичка со звездой. Вот, деньга. Деньга. Потом, 34-й год, ранний совет. А еще одна деньга Николаевская. А, нет, вру, это щитовик 33-го года, 20 копеек. Ну, тоже плохо видно. Ну, и вот тоже еще один советик ранний. Ну, и колокольчик вот такой. Вот так, ребят. Вот так вот наковыряли сегодня. Ну, все же хотели наковырять рублей, но не повезло. Лехе повезло больше. Он их поднял вот с этой поляны 8 штук. Вот, но мы сегодня здесь отдали все силы. Поэтому, друзья, я не знаю, как вы будете оценивать это видео. Я его не заканчиваю. Завтра еще поедем в другое место. Вот, либо, может быть, приедем сюда, но уже за теми домами. Там тоже деревня. Деревня очень длинная. Здесь река течет. Причем, очень достаточно крутая речка. Здесь и Сом, и Жерих, и все на свете есть. Вот она длиной метров 60, наверное. Вот прям за этими кустами. И вон туда она заворачивает. И деревня, в общем, она тянулась длинной очень. Деревня порядка, наверное, 300 домов было в свое время. Вот, ходить, не переходить. И трава позволяет, как бы, невысокая. Вон там речка только большая. Вот, но это уже будет завтра. Вот, посмотрим. Если приедем сюда, то, как бы, будет еще материал. А если поедем в другое место, то... Сейчас я вот так вот. То материалы, ребят, буду продолжать. То есть, как бы, каждый сигнал, каждый, наверное, ну, каждую монетку актуально снимать. Когда такое большое мероприятие, оно у нас со слета началось. И вот я здесь, в республике Татарстан, первый раз в жизни здесь. Вот, за 800 километров почти что. Вот. Сниму, что получится, увидим. Лишнего снимать не буду. Буду показывать обзор находок. Ну, и так вот, вот такой вот изнурительный труд. Ребят, с Лёхой мы переезжали на другое место. О, вот он он. Охренеть, он здорово. Первый раз я вижу зверя этого. В общем, здесь придорожное кафе. Гля, гля, смотри, 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 смотри. Медведь, ё-моё. Охренеть. Дом завалить любого может, наверное, для какой. Михалыч, стой. Короче, во какой. Я не знаю, кому-то может посчастливилось видеть медведей у себя. Я вообще первый раз в жизни вижу. В зоопарке я не был, блин. И вот здесь вот он живёт. Прикормлют его здесь. Ну, в неволе, конечно, жалко. Пригни, выпустим, Лёх. Вот, прям сейчас все вот эти вот машины, все свалят отсюда сразу же. Все будут бежать. О, смотри. Сейчас. Подустал он, короче. Жары и пить хочется. Часотя наносит. О, смотри, смотри, лапой, лапой что-то. Гля, какие лапы здоровые, да? Сейчас я опущу. Вот прикинь, вот в натуре, вот если бы я в лесу встретил бы его, я бы, наверное, охренел бы. Это, ля-ля-ля-ля-ля, подустал, все, лёг полежать. Вот так случайно на берлогу забраться. Он же разорвет. Ну, он и по деревьям лазит, там не спасешься, я видел ролик в ютубе, короче, один щемил на велосипеде, короче, от медведя, а за ним медведь бежал. Вот он, ребят. Вот это зверь, ё-моё, ля, сила, не говори. А ну-ка, с той стороны пойду сниму. Вон у него тут берлога, кибитка. Вот это кадр нафиг. Он что-то молотит. Бля, какие лапы. Пять пальцев, что ли, тоже? Я в шоке, короче, блин. Реально ни разу медведя не видел. Вон сибиряки, наверное, сейчас смотрят этот ролик, скажут. О, да у нас они там через дорогу бегают. У нас в Липецке их нет. Вот, а в Татарстане, смотрите. Какой огромный. Да, дико, наверное, тебя на нас набрёт оттуда. Нам тоже дико тебя в клетке не видят. В ванне сидит. В ванне сидит. В общем, на новом месте мы, друзья, первый царский монитос. Вот такой. Это копейки. Сколько-то копеек. Две, наверное. Да вот отсюда заходи, Лёг, здесь лучше. Две копейки, Александровские. Ну вот, между деревьями здесь кое-как справляюсь. В общем, первый царик. Вот такой. 13-й, 1813 год, наверное. Вот так. Ищем дальше. Лёха цепляет конину. Вот такая вот. Обычная конина, но вроде зацепились. В общем, монетка отсюда была поднята. И вот эти вот кусты надо пробить. Здесь заросли травы. Ну, точнее, зарослей нету травяных. Они вот здесь, на лугу. А вот сюда, думаю, я залезу, от солнца спрячусь. Да и, видишь, получаться стало. Ладно, погнали, пока время есть. Вечерей-то у нас, ребят. Промыкались весь день сегодня. Нет-ка у нас, ребят, Лёха откопал. Ну-ка. Николай. Николай что-то. Он самый. Одна копейка год не понять. Ну вот, по царику отметились. Держи. Здесь вот скошено более-менее. Вот. Можно походить. Скотина, вон, плюхи коровьи лежат. Скотина выгуливает корову. Ну, и вот она подщипывает. Ну, и кто-то подкашивает здесь еще. Вот такие пироги. Всем привет. Раннее утро у нас, ребята. Ну, не совсем раннее. Но часов девять. В общем, снова мы уезжаем на коп. Вчера, после последней находки, которую вы видели, наверное, до самой темноты, до смеркания не было ни одной путной находки, которую можно было показать. Ну, потом случилось что-то. Ну, за десять минут я выкопал четыре монеты и два лепестка крестка. Крестико лепестка. Снимать их не стал, потому что, блин, не видно ничего. Глаза ломать. В общем, ну, ничего особенного, но четыре монетки. Попалось мне, я сейчас скажу, одна копейка серебром, потом две копейки капуста, Николаевская одна и какая-то еще. А, еще две копейки. Александра первого. Вот, и два крестика. Прямо с пятачка пять на пять где-то за десять минут сразу же. Там нашли мы распашку, не распашку, а полянку скошенную. Вот, сейчас решили, короче, поехать туда. Что найдем, покажем. Надеюсь, засветло найдем, чтобы было интересно смотреть. Так что смотрим, ребят, не переключаемся. Это сегодняшний день у нас последний, крайний день моего путешествия здесь по Татарстану. Завтра, в общем, в родные края. Вот так, смотрим. Не взяли мы сегодня с собой камеры, ребят. И вот такой вот у нас получился хабарчик за четыре часа. Вот. Специально камеру, короче, не брали. Говорю, не буду брать. Камеру берешь, нету хабара. В общем, мои четыре креста, два лепестка. Один вот такой большой. Интересный очень. Вот. Ну и серебряный, советский. Потом украшение какое-то подвесное, наверное. Может, сережка или брошка какая-нибудь. Копейка серебром. Павловская. Это, ну, редкая монета. Люблю эти такие монетки. Две копейки 801 года. Вот. Две Александровские капусты. Колечко вот это. Ну, сейчас вот две Екатерины, кстати. Копейки или денежки. Вот. И колечко вот такое вот. Вот. Думал, золотое, блин. Скатана она из монеты, видно. Ну, может быть, из совета. По весу такой же, как золото. Вот. С обручалкой своей я сравнил. Примерно ни в чем не уступает. Ну, золото это или не золото, хрен его знает. Конечно, обрадовало. Прямо практически в самом начале я ее поднял с утра. Вот. А вот Лехины. Здесь тоже можно отметить. Вот такой перстачок интересный. Тоже павловская копейка. Двушка павловская 1800 года. Крест большой. Вот. Потом Николаевская копейка. Пуля вот лежит. Ну, а Брубыш один, второй. И вот такая вот Сибирочка попалась. Это, конечно... Ну-ка, Лех, брызник сюда. Вот она она. Вот такая вот Сибирская Екатерининская монета. Две копейки. У нас таких нету. Да и здесь вроде тоже она очень большая редкость. Вот такая вот. Сибирская Екатеринушка. Вот так. Крутая монетка. Я таких никогда еще не поднимал. И вот такая вот штука старинная. Отколотая она вот. Жаль, была бы целая. Скорее всего, это, наверное, дверца от поддувала, от печки. Вот, видно мужичок в лаптях или в каких-то сапогах. Ну, вот на санках кого-то катает. В общем, была бы целая, была бы охрененная находка. Ну, вот, нашли только два куска. Так что, вот так. За четыре часа, короче. Вот это вот все за четыре часа. Подняли больше, чем за два дня. За вчера и за позавчера. Ну, что, ребят, закончилось мое путешествие по Татарстану. По республике Татарстан. Короче, от души. Сегодняшний коп, ну, просто, я не знаю, перекрыл все наши копы. Вчерашние и позавчерашние, наверное, места взятые. От души покопали. Находок полно. Вот, наверное, порядка... Ну, в общем, за все время мы, наверное, подняли... Ну, сколько лет, наверное? Чтоб 50, наверное, 60 монет. Вот. Что-то снимали, что-то не снимали. Потому что, ну, надо хотя бы от камеры немножко отдохнуть. Самые интересные моменты показал, конечно, я. Вот. И как здесь присутствовал, как и дома. И, в общем, все на свете, короче. Что было мне интересно. Попробовал я запечатлеть на камеру. Вот. И все. Сегодня я отчаливаю его. На хаузе, как говорится. У Лехи тоже отпуск заканчивается. Вот тоже на Екатеринбург завтра. Короче, было круто. Просто круто, здорово. От души. Так что, ребята, следующие ролики будут уже выходить с Олипинской земли. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока. Лайки кверху. Обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...